Очень быстро и очень близко в микрорайоне Преград-Лесную начал свою работу новый цифровой офис многофункционального центра «Мои документы». Поздравить с открытием приехали глава Ленинского городского округа Алексей Спаский и председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко. Округ прирастает все больше и больше новыми микрорайонами. Это очень важная составляющая как раз для каждого жителя иметь возможность не где-то в одном месте получать, а по месту жительства. Теперь местные жители смогут получить необходимые им государственные и муниципальные услуги, не выезжая за пределы своего ЖК. Всего их в перечне более 300 видов – от оформления различных личных документов до регистрации прав на недвижимость. Ну а здесь по сути все, кроме, как я слышал, загранпаспорта. Кроме загранпаспорта 10 лет, да, потому что там можно специально оборудовать. А, 5 лет не можно, да? Да, да, все остальное, кроме загранпаспорта 10 лет мы принимаем. Только за первый день работы в новом офисе приняли более 100 человек. В ближайшее время планку планируют поднять до 350 посетителей. Упор здесь сделан в первую очередь на цифровые услуги. На сегодняшний день большая часть услуг региональных, федеральных, она перешла на подачу в электронном виде. У нас для этого организовано 8 окон приема таких услуг, где присутствуют наши специалисты-консультанты, которые помогают это сделать гражданам. А еще 4 окна, где обрабатываются заявки, которые невозможно подать через портал госуслуг. Штат офиса полностью укомплектован. Эффективная и слаженная работа всех 19 сотрудников позволяет обслуживать заявителей без очередей и с комфортом. Но главный плюс – это, конечно, пешая доступность. Это очень удобно. С нам, тем более, с маленьким ребенком. Далеко идти не нужно. Приходилось ездить либо в город Видное, либо пользоваться услугами МФЦ в Москве. Теперь только сюда. Сейчас число жителей микрорайона Пригород-Лесное около 30 тысяч человек, но уже в ближайшие годы эта цифра вырастет втрое. Мы четко понимаем, что то, что построено, то, что открыто сегодня, оно, наверное, справится с потребностями. Может быть, в течение 2024-2025 года оно исчерпает свою мощность. Поэтому мы четко понимаем, что очень большой, полноценный, качественный дополнительный офис, где-то порядка на 30 окон нужно здесь строить. Работает новый офис МФЦ с 8 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.